Послание к Евреям О растолковании, о мудрости, о знании свыше для нас, для нашего назидания, исправления, богословения. Все это входит на учение. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворены. Сей, будучи сияния славой, и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссела деснуя престола величие на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовало имя. Ибо кому из ангелов Бог сказал, ты сын мой, я и ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне, престол твой Божий во век века, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебе Божий, Бог твой елеем радости, боли соучастников твоих. И вначале ты, Господь, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свергнешь их и изменятся. Но ты же, или та твоя, но ты тот же, или та твоя не кончится. Кому, когда из ангелов Бог сказал, Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Не все ли служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Знаете, вот просто можно взять каждый стих, да, и за каждым стихом есть огромный смысл, послание для нас. Смотрите, давайте, вот возьмем два стиха, да. Бог, многократно и многообразно говоривший издрели от сам пророков, в последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Значит, кто такой сын, знаете, да, Иисус Христос, да, Иисус, Иисус сам Христом, то есть сам Иисус Христос, он и есть ипостась Бога, он и есть сам, одна часть с Богом, он и есть. Он поэтому говорил, если вы видели отца, если вы видите меня, то вы видели отца, да, смотрите. Он должен был прийти, Бог сам должен был прийти как человек, да, то есть сам Создатель, Сам Создатель, Он создал из себя же самого, Он создал человека, да. То есть Он же сам вошел как человек, пришел во плоти для того, чтобы жил как человек и умер, но когда умер, Он пролил кровь кого? Бога. Он пролил кровь Бог сам, сам во плоти пришел, пролил кровь через эту кровь, которая чистая и праведная, и невинная, святая кровь Бога, она нас освободила. Да, смотрите, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, все пророки говорили, иммануил поговорил, да, там, в Исаии, в Еремии, издревле, с самого сотворения, с самого начала, всегда шел про образ Иисуса Христа, все время это говорило, что Он придет, Мессия, Мессия, Мешиях, Мешиях, да. Он придет, Он придет, да, слово придет, да, слово правда откуда выйдет, из Иудеи выйдет, да, из земли этой выйдет, здесь святой, истина Бога, сам Бог это избрал, да. Смотрите, говорили пророки, а теперь пришел Иисус Христос, Сын, да, который наследник всего, и через Него были все созданы, веки сотворены, через Него. И Он говорил теперь в Сыне, Бог сам говорил в Сыне, в Иисусе Христе, то есть Бог во плоти. Дальше читаем. «Сеих, кто Иисус Христос, будучи, Он есть сияние славы». Иисус Христос – это сияние славы, да. Иисус Христос – это образ ипостаси Его, образ, вот как образ самого Бога, да. И держа все словом силой своей, Иисус Христос держит все словом силой своей, совершив собою, Бог собою совершил очищение грехов наших. То есть Иисус Христос, благодарю Тебе, слава Тебе, Господи, слава Тебе, аллилуйя, слава. «Ты совершил собою очищение моих грехов». Так вы должны исповедовать, да. Что Он дальше сделал? Он воссел одесною престола, престол величия на высоте, престол величия. Где находится Христос? Христос – это есть, Он воссел на престоле величия. Великий. Все Ему поставил, все Ему додал под ноги, да. Смотрите, дальше. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед Ним наследовал ими. Ибо кому, ну это сравнивается, да, никому, Он только Иисус Христос, как человек пришел, Иисус Христос, а Он должен был прийти как Спаситель, Избавитель, потому что Ящоа переводится Избавитель и Спаситель, еврейское слово. Мащиах переводится Помазанный, Он помазанный от Бога, то есть у Него есть сила, вот это как раз есть. Сияние славы, ипостась Божья – это есть, да, помазание. И вот это помазание, с этим помазанием Он избавил верующих в Него, да, и спас всех, кто в Него уверовал. Дальше, когда мы можем узнать, что об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов. Как творит Дух Господь? Как творит Дух? Ангелами своими, да, и служителями своими пламенеющий огонь. Пламенеющий огонь – это можно просто отдельно делать видео. Пламенеющий огонь – это есть сила, в этом есть сила, это есть сила слова, это есть сила Духа Святого, это чудеса, это, понимаете, пламенеющий огонь, да, это именно в духовном понятии. Ну, и пламенеющий огонь тоже. Духи, духи, у меня было видео, я говорила, что радуйтесь, это есть Духа, это тоже радость, это тоже часть Духа Святого, и это есть Дух, отдельно радость, да, надо призвать, надо иметь, надо ходить. Так же, как и Дух Мудрости, да, Мудрость – это Дух тоже, да. Ангелами твоими творишь Духов, да, Духов таких, духовных, да, но еще и Духов, да. Да, Духи, которые в человеке есть Дух, Душа и Тело, да. Смотрите, а о Сыне, престол Твой Божий век, век века, жезл, цар святого, жезл правоты. Смотрите, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посмотрите, когда-нибудь вы замечали, что вот вы верующие, да, и вот у вас такое, знаете, неприятие ко лжи, да, вот мне, например, я вот ненавижу, когда люди лицемерят. Ну вот видно насквозь, да, потому что у нас есть вот это, мы можем видеть, понимаете, у кого есть Дух Святой, Дух Святой говорит, вот в этом человеке живет вот это. А человек, он там замаскировался, и вот так, знаете, идет ложь, да, и ты видишь одно на сердце, а другое на языке, да, и это ненавидишь. Понимаете, вот мне очень часто я видела это, понимаешь, да, понимаете, вот это вот неприятие у меня именно к людям, к религиозным, которые говорят, я знаю Слово Бога, я христианин. И вот это, знаете, вот он говорит Слово, он христианин, да, а на самом деле вот дела вот там, знаете, скверные, беззаконные, и вот в это я ненавижу больше, понимаете. Когда человек не знает Бога, мне его жалко. Я никогда не осуждаю человека, который не ходит в Боге, я не могу осудить, потому что только Бог дает вот эту ясность ума, вот этот свет, понимаете, да. Но когда человек вкусил вот этот свет, он вошел, он увидел свет, он принял, он принял Иисуса Христа, потом идет и вот так вот намеренно идет и делает то, что, ну, не должен христианин, не должен это делать, но не может даже христианин делать человек в духе. Поэтому, понимаете, угошает духа, да, и вот этими грехами, вот этой ложей, вот этой лицемерием, вот это, знаете, вот это с законничеством, вот этим осуждением, вот это, знаете, вот это есть ненавидишь. Бог любит правду и возненавидит беззаконие. Вот у нас это тоже есть. Мы любим правду. Заметили, что нам лучше правда, нам лучше горько правда, но правда, и мы все равно будем радоваться и что-то с ней делать. Чем вот эта ложь, беззаконие. Дальше смотрите. Посему помазал тебя, кого? Иисуса Христа, Бог, Божий, елеем радости. Господь ходил, и Он творил все елеем радости. Елей радости, это есть помазание, хамасчия. Более соучастников твоих. И в начале ты, Господи, основал. А в начале кто? Иисус Христос основал землю и небеса. Дело рук твоих. Иисусом Христом написано было в начале, и опять он говорит. Вот это все основание, вот это все дела рук, они погибнут. Потому что все это дано человечеству на какое-то время. А ты прибываешь, и все обветшают, как рисы. И как одежду свернешь их, и изменится. Но ты тот же Господь, Он вчера. И поэтому это очень важно изучать. Ну, говорят Тору, да, Тора по-еврейски. Старый Завет, Бытие. Знаете, все, весь Старый Завет надо его изучать. Не потому что он старый, а не потому что он старый. Он потому что ветхий. Потому что он был, который был, да, Завет. Надо его изучать. Надо читать и читать, и вникать в Господь. И открываться. Чем больше я читаю Старый Завет, тем больше я узнаю про Иисуса Христа. Я даже стала слушать некоторые проповеди раввинов, которые берут слово и изучают. И у них больше материалов, потому что они в этой культуре. Они знают историю. Они знают почему и зачем. И вы знаете, я слушаю, и чем больше я слушаю раввинов, которые объясняют мне что-то, да, из слова Писания, какие-то детали, они все время указывают мне на Иисуса Христа. И у меня сердце радуется, что я больше узнала о моем Иисусе через познание Старого Завета. Смотрите дальше. А кому, когда из ангелов сказал, смотрите, ну ты тот же или та твоя не кончится? Тот же, понимаете? Кому из ангелов сказал, сиди, одеснуй меня, в доколе не положу врагов твоих? Никому не сказал, кроме самого себя, да, Иисуса Христа. Все же, не все ли они, смотрите, все ангелы, смотрите, у меня было видео про ангелов, да, да и ангелы, опять я вам повторяю, ангелы есть суть, служебные духи, посылаемые на служение, они служат нам, для тех, кто имеет наследовать спасение. Вот такой у нас первая глава евреев. Чудесная, чудная, замечательная глава. Будьте благословенны, читайте, вникайте. Если у вас еще какие-то мысли, Господь открыл вам ваше откровение, пожалуйста, поделитесь, напишите, поставьте лайк, если вам понравилось. Если вам не понравилось, напишите, почему, и посмотрите, давайте вопросы задайте, что вам не понравилось. Мы с вами переговорим, значит, на эту тему, сделаем еще видео. Будьте благословенны, пусть Господь благословляет, и слово вселяется в нас, во всех, и будет приносить плоды, плоды истины. Аллилуйя, аминь.